При этой Таше я хочу очень сильно извиниться, что не пунктуально и не вовремя у меня выходит книга-отчётники. В июне-июле я их не делала, поэтому я сейчас догоняюсь глубочайшими моими извинениями за то, что так запоздала. Уж скоро и за август... Ой, сейчас же август? Да. Скоро уж и за август нужно сниматься, а я ещё... Мне ещё июнь не валялся. Так что это будет два месяца, вложено в одно вот это видео. Итак, июнь. Я прочитала две книги Крапивина. Это «Топот шахматных лошадок» и «Прохождение Венеры по Деску Солнца». Обе книги очень положительные, очень в духе Крапивина. Если вы знакомы с его работой, вы меня поняли. Это две книги из, пожалуй, серии «Великого кристалла». В первой из них «Топот шахматных лошадок» в городе открылся такой некий участок, куда могут проникнуть добрые только люди. И добрые дети, подростки там собрались, и у них есть свои приключения, есть свои заботы, которые, тем не менее, решаются со временем. И очень интересно, что один из героев собирает шахматных лошадок самых разных, причём его интересуют только кони и только с белой клетки. То есть, кто играет в шахматы, тот понял меня. И «Прохождение Венеру по Деску Солнца» — это история о том, как мужчина оказался в очень трудной ситуации, взрослый мужчина, и ему понадобилось... И он в критический просто какой-то момент воскликнул «Ангел-хранитель, где же ты?» как «Ангел-хранитель, тут же явился в образе 10-летнего, сколько ему там, мальчишки, который стал ему всячески помогать магическим образом. И заодно рассказывал свою собственную историю, потому что он не всегда был ангелом, он когда-то был настоящим мальчиком. Также я прочитала у Дианы Лампид «Ускользающие тени». Это история... Мы все знаем, что Диана Лампид любит тему реинкармации. Вообще, эту книгу можно было бы с полным правом назвать жизнеописанием такого исторического персонажа, как Сара Ленокс, которая была любовью Георга Третьего. Но тут не вполне обычная история о реинкарнации. Скорее, писательница взяла два земных воплощения души — современная и современ Георга Третьего. И вот эти две души, они друг друга могут эпизодически видеть периодами и даже помогать в определенных случаях. Книга интересная, но редко как у книги удастся переплюнуть книгу в реинкарнации. Это же писательница уснуть и только. Так что и это тоже не смогла. Ну, в принципе, занимательно, но... И не до какой степени, чтобы прям уж... Потому что в ней все 800 страниц, а я убил на эту книгу чуть ли не весь месяц. Это для меня очень долго. Обычно я гораздо быстрее читаю, так что там нет таких моментов, когда сидишь с горящими глазами над книгой и думаешь, вот, еще абзац, еще абзац, ну, еще страничку и все, и я спать. И не можешь, потому что слишком интересно. Вот, такого нет, захватывающе все так постепенненько, все так равномерненько, но книга неплохая. Переходим к июлю. Я прочла совершенно шикарный фильм «Болото» Марьяны Романовой. Это вот, несмотря на то, что в нем нет какого-то славянизма, славянами так и дышит вот эта вот книга, прям аж дух захватывает, хотя прямых стрелочек на это нет вообще никаких. Просто события происходят в деревне, где есть таинственное «Болото», куда есть по преданию, если отнести дитя, оно вернется и не просто вернется живым, а станет Богом. Весьма впечатляющая история, она меня прям в напряжении держала, я с горящими глазами, которые я не так давно упоминала, буквально пару минут назад, читала просто и не могла оторваться, потому что это очень-очень занимательно, я пребывала в глубочайших восторгах, всем очень рекомендую, это действительно что-то потрясающее. Далее у Фрэнсиса Элизабет Бёрнет, Бёрнет, как правильно, я прочитала обе её легендарные книги, это «Таинственный сад» и «Лорд Фаунтлер», для полной коллекции здесь не хватает «Маленькой принцессы», потому что у неё три повести самые такие нашумевшие, громкие, кто не знает, вдруг всякое бывает, и «Таинственный сад» это история девочки английского происхождения, которая до времени вынуждена была жить в Индии, у неё был отец офицером, как я под попечительство своего дяди в Англию, в огромный просто замок, где есть «Таинственный сад», 10 лет тому назад, хозяин замка запер на ключе этот сад, взрывал землю, и 10 лет туда никто не входил. И вот она мечтает найти этот «Таинственный сад», и, в общем, очень добрая и славная книга, не менее добрая и славная книга «Лорд Фаунтлера», где маленький американский мальчик внезапно для себя объясняет, что он наследник графа, причём не простого графа английского, уточню, а одного из самых именитых, самых родовитых, самых растаких. Это жуткий тиран, это жестокий человек, ну, когда он знакомится со своим внуком, он добреет и вообще в корне меняется, до такой степени этот мальчик мил, добр, конечно, там не прошлось и без некоторых сложностей, но я не буду палить молитв, но чтобы не повратить удовольствием тем людям, которые, о какой-то величайшей вселенской ошибке, ещё не читал эту книгу. Следующая книга «Неожиданно» Донцова. «Судьба найдёт насильного Алина» называется, она не свежая, она 14-го года попала в мои руки совершенно неожиданно и преднамеренно с моей стороны. Дело в том, что у нас в семье есть традиция дарить книги на праздники. Вообще, я хотела «Ферёд с лица удалого мальца», но эта книга не была, она один, и мама решила мне подарить Донцова. Думаю, скорее всего, себе она решила её подарить имени заданной. Вот. Главный герой Иван Подушкин. Я... неправдоподобным он вышел, на мой взгляд. У меня не было ощущения, что я читаю о приключениях мужчины. У меня было ощущение, что я читаю о приключениях женщин. Так что, одно слово, что Иван Подушкин, я не чувствовала там мужского присутствия. Вот. Что бы ещё сказать хорошего? Конституционка двояка. С одной стороны, она для меня полная неожиданность. С другой стороны, я догадывалась. Потом, общие впечатления от прочитанного. Ну, не шаткни, валка. Как-то я вот... Не было у меня такого вообще озарения впечатления. Какого-то вот... А! Вот такого-то эмоции мне не было. Ну, книга... Ну... Детективчик. Ну, да. И последняя книга, которую я почитала в июле месяце, это... Шевалье, по-моему, её зовут Ресси, я, к сожалению, себя тут не пометила. Это просто чудо какое-то! Это вот... Вот вы знаете, все рукодельницы, которые меня сейчас смотрят, мотайте на ус. Я думаю, вам эта книга понравится, потому что главная героиня... Большая мастерница по изготовлению лоскутных одеял. И это вот так заразительно. Вот читаешь книгу, и вот прям такое хочется взяться за шитьё. И, кстати, очень согласна главная героиня, что шитьё очень успокаивает, умиротворяет, упаляет, очивает мыль. Вот говорят, что и за ней успокаивает. Фигня. Вышивка. Ну, лишить её. Вот что действительно успокаивает. Собственно, речь о чём? Речь о том, что... Сестра главной героини едет в Америку, кажется, это 19 века, если я не ошибаюсь, с тем, чтобы выйти замуж. Главная героини напросилась с ней, потому что у неё такая сложная ситуация, и у неё прям потребность уехать. Больше я даже не знаю, что сказать, чтобы не ценить спойлер. Спойлер зло. Скажу только, что это очень интересно, очень занимательно, и там затрагиваются проблемы рабства. Я потом прочитала список литератур, которые изучил автор. Он впечатляет, он серьёзный, он отношительный. И не на пустом месте писала Тараси Шевалье книгу. Видно, что она прям всем этим прониклась, потому что написана до такой степени удивительно. Я снова... Я словно оказалась в этой эпохе, в этой стране, словно я там побывала, я пережила всё то, что пережила главная героиня. Это... Не передать словами, удивительная книга. Собственно, вот такой книгой я завершаю своё сегодняшнее видео. Добра вам. И очень надеюсь, что до скорых книг. Пока.